здравствуйте дорогие друзья мы начинаем нашу конференцию точнее мы уже начали со сбора подписей против кс оппозиции то есть мы начали нашу политическую конференцию как раз политического вопроса ну и во время перерыва мы продолжим собирать подписи те кто попали в интернет при выборах в координационный совет оппозиции эти люди конечно незаконно незаконно были слиты в интернет телефоны email и фамилии имена и конечно же это противозаконно поэтому мы протестуем и собираем эти подписи после того как выступят спикеры алексей муратов крамор андрей андрей ким я выступлю и потом во время перерыва будем же собирать подписи еще раз сделаю это объявление потому что как раз к нам еще едут люди те кто еще будут подписывать подписываться им только сейчас звонили они не знали еще может часа полтора назад что они здесь будут сейчас они едут может быть попадут только к закрытию но насчет политических вопросов насчет партии ммм подробно расскажет алексей муратов я лишь скажу что да действительно я считаю политическую партию ммм это отличная трибуна для того чтобы доносить до общества идеи ммм ведь политическая партия это что такое по законам политических партиях любая политическая партия занимается прежде всего формированием общественного мнения то есть это основная задача политической партии это именно то что нужно для ммм сформировать общественное мнение что финансовая свобода это хорошо освободить людей от финансового экономического рабства это действительно в духе времени если скажем во времена рабовладельческого строя люди боролись против физического рабства то мы сейчас боремся против экономического может быть не все еще до конца поняли всю важность этой деятельности пока только общество начинает просыпаться и мы с вами видим что действительно процесс идет со все убыстряющейся скажем так скоростью и вскоре мы изменим мир и люди будут жить в финансово свободном обществе я передаю слово у нас следующий ким андрей просим здравствуйте всех приветствую спасибо большое всех то есть здесь сегодня приехал отозвался на призыв еще раз основная задача значит это было сбор подписей против кс оппозиции вот и это основная задача давайте мы ее решим поможем дмитрий любченко непосредственно было от верховного руководства значит ему было задание дано значит ну по партии алексей и андрей еще расскажут да ну я от себя могу добавить что сейчас значит во всех регионах можно будет провести собрания в москве мы уже провели там в нижнем новгороде во многих городах но все равно еще в 46 регионах в общей сложности нужно провести соответствующее собрание все документы и так далее должны быть у ответственных руководителей партийных вот и после этого соберут наши документы и пойдут на регистрацию минюсте пока так как соответствующая пауза завязалась но мы все равно не останавливаемся вот вы знаете что значит андрей крамор алексей муратов они большое турное по россии вот провели мы как гвардейское объединение здесь в районе в ближайших районах вот мы провели конференцию в твери очень мощная была конференция 30 автомашин люди зарядились а до этого люди значит на тверскую конференцию люди приехали из тулы допустим тоже на машинах вот почему они оттуда потому что мы до этого с алексеем муратовым вместе проводили конференцию зажгли там народ они объединились и вот тоже подвержен все эти движения вот далее еще что я хотел сказать вот значит на идее ммм инициатором которого андрей бордиан там различные идеи регистрируются одна из них было создание ассоциации предпринимателей международной ассоциации предпринимателей ммм вот значит мы провели очень деятельное собрание и вчера у нас был совет совет на котором мы сделали еще раз обращение к верховному руководству сергей пантелеевичем о том чтобы мы как бы просим и призываем помочь в развитии этой ассоциации вот далее значит ну там мы решили сделать общую электронную платформу сайт сделать заняться наполнением сайта будет вестись реестр предприятий реестр возможных предприятий вакансий потом значит приехали ребята из казани это альберт карабань и адель ясупов они организаторы конференции 17 18 числа в казани мавро фестиваль там двухдневный будет сам с мавропробегом рекламные акции с тренингом вот значит всех приглашаем на эту конференцию и узнать что аделя и у альберта тоже в рамках map в рамках ммм они предлагают свой проект потом подъехал еще фамилия забыл павел у него проект ммм дисконт он даже уже выпустил карточки там пробную партию смысл такой что предприятие даже которые не в ммм они предоставляют скидки и соответственно значит возможно каждому участнику будет выдаваться возможно там на местах но очень все эти дела решаются и все понимают что это очень интересный нужный проект как раз для развития системы тут для привлечения новых людей ну вот как бы вкратце пока у меня все вот я передаю слово андрей кавер здравствуйте пукол громко мне сказали что несмотря на то что начали на 50 минут позже закончим вовремя вот поэтому буду краток расскажу я из смоленска все может кто-то видел уже конференции однообразные говорят одно и то же говорят но если бы я в одном месте говорил я из смоленска в другом что-то интересно я из киева скорее всего не верили бы поэтому так стандартно буду рассказывать она все будет похоже буду рассказывать про партию про ммм-2011 если будут какие-то вопросы это вот алексей попозже муратов расскажет единственное что скажу я настолько верю в ммм-11 что если была возможность я бы сегодня вложился бы туда но такой возможности уже нет вот поэтому расскажу вообще почему как бы про партию буду рассказывать я в партии очень легко живя на смоленщине вступить в партию ммм почему но все знают наверное город смоленска это город-герой уникальный город у нас главы отличаются последнее время одного посадили второго посадили они не знали про финансовую независимость как бы с помощью ммм им во время никто не рассказал поэтому такая ситуация они думали они один сел думал второе что сейчас я вот как бы более такой и тоже сел а сейчас главами тоже как бы все нормально один у нас дальнего востока бандит федеральном розыске находился глава а второй в городе герой смоленский где огромное количество военных частей военная академия шел на выборы как подполковник а пришел как капитан как бы после выборов и все так обалдели думают вообще как такое возможно и поэтому доверие к власти очень хорошее это еще подкрепляется губернатором нас единственный губернатор который не от партии власти сказали нельзя назвать название партии чтобы никто не догадался буду говорить от партии власти он от другой партии там жириновский тоже говорить не буду и он пресс-секретарь неплохо пресс-секретарь это человек который любит фотографировать но даже фильм сняли и как человек он очень хороший и здоровски интервью дает и но при этом как фотограф до губернатор это наверное все таки нечто другое смоленской области это же не фотоальбом который над красивыми фотокарточками заполнить и вот когда все это происходит приходит на ум анекдот который хотел рассказать встречается два мужика на ярмарке один говорит ну вот у тебя полторы тысячи гусей было что у тебя как дела он говорит ну как было полторы теперь вот 1200 он говорит да я знаю что делать ты говорит вот этих дохлых сжигай добавляй в комбикорм ну и потом этот комбикорм скормли живым гусян он связил собирается через неделю говорит ну чтоuurка Redeko сможет ну все восемьсот знаю что делать ты говорит бери каждого духовку снять через каждые десять метров под забором и закапывай гуру enrich Senator Ricoeter который встречается он говорит что я говорил ну все 300 гуку говорит блин а ты когда дым сжигал в гусей что делал гусями привести до у него в какой-то грах был год-паках гоняр он или принять вы скачил бы справа бежал отсёicient такого встречается, говорит, ну что, он говорит, ну все, нет гусей. Как? Он говорит, жаль, еще столько идей было. И вот это вот про нашу Смолянскую область. Еще столько идей, как бы, потому что у нас там 1150-летие сейчас празднует. Мы проехали по огромному количеству городов. Я был в Казани, в Казани 10 миллиардов выделили на празднование тысячелетия. Сейчас оказалось уже больше чем тысячи лет, но больше не дадут этому денег. Нам дали 16 миллиардов. У нас этих 16 миллиардов вот если вы в город въедете, как бы по дорогам поймете, что деньги непонятно осваиваются. Если вы увидите зоопарк, такой красивый-красивый фундамент, а в следующем году будут праздновать. Уже зверей зимой начнут завозить, а как бы некуда их завозить, по домам будут раздавать. И набережная. Девственно чистая такая. Но 2 миллиарда освоено куда-то. Наверное, не, не буду говорить, а то потом мне все время супруга говорит, слушай, говорит, ну никто ж не рассказывает про свою область, такие гадости. Говорит, вот смотри, Алексей там ничего не говорит, и Демкин, Евгений. А я вот рассказываю, говорит, тебя ж не пустят потом домой. Я вот боюсь, но снимают, надеюсь, не узнают меня там. Я раньше в администрации областной работал. И про отношения в администрации, представляете, да? Когда встречаешься там, ну как дела, там все хорошо. Ну и товарищу говорю, вот есть МММ, ты же знаешь, несправедливость. Пытаюсь его к нам завербовать. Рассказывал искренне все, от всей души. Вижу, нет. Вижу, не заинтересовал. Он такой, да, да, здорово, потом, может быть. Я говорю, ну ладно, просьба одна, только никому не рассказывай. Ну и вот, через неделю с двумя друзьями побеседовав, иду по зданию администрации, смотрю издалека, шушукаются и пальцем показывают. Ну думаю, точно, уже все больше людей нашу тайну хранит. Прохожу, разворачиваюсь, и они обернулись и смотрят. Может, думаю, сзади там МММ написано, как-то выбрил себя. Но нет, не видят. Но видят, что я повернулся. Ну и как бы понятно, что знают. В лифте перестают разговаривать, там шушукаются, как-то так непонятно, там пальцем тычут. Заходишь в курилку. Я не курю, но периодически в курилку захожу, как и все, может. Кто не курит, но заходит какое-то количество раз за день. Захожу, и разговор прекращается, там старается как-то разойтись, остается товарищ. Он говорит, ну, как у тебя дела? Я говорю, да, нормально. У тебя как? Да, у меня-то что, у тебя что? Я понимаю, что он понимает, что так. Я говорю, да у меня-то нормально, я говорю, как бы ничего. Он такой, ну, а новое что? Говорю, ну, вот видел, говорю, в Сирии опять вот эти вот теракты, говорю, все не дает мне это покоя. Он говорит, ну, понятно. Ну, ладно. Ну, вижу, разочарован, но при этом удивительным образом не спрашивает, потому что слово все-таки дали, не рассказывать. И понятно, что через этих двоих все растеклось. Но, как бы, все в порядке. Хотел рассказать о том, что почему партия МММ, я считаю, это единственная партия, которая имеет возможность отстаивать наши интересы. Почему я искренне порвал со всей работы предыдущей, я работал в региональном исполкоме раньше, работал в голосной администрации, все оставил, потому что я понимаю, что это чистой воды фикция. Они все находятся в матрице. И до тех пор, пока все партии кормятся из одного места, парламентские партии, там, оппозиционной разницы нет, они не могут отстаивать эти интересы вследствие только одного, что в этой системе они финансово зависимы. Мы единственная партия, которая финансово независима ни от того. Мы вообще к этой системе, которая существует на данный момент, никоим образом не относимся. В принципе, мы можем среди партий выполнять роль профсоюза. Какая главная роль профсоюза? Отстаивать интересы рабочих и трудящихся. У нас в стране, недавно читал интервью Лимонова, он правильно сказал, что правильные профсоюзы, они через столетия получили на Западе, которые отстаивают интересы трудящихся. Они получили вследствие того, что убивали лидеров этих профсоюзных движений. Было огромное количество кровопролитных столкновений. И они получили на данный момент то трудовое законодательство и те профсоюзы, которые их защищают. А мы хотим это получить на халяву. Мы ничего не делаем для того, чтобы сделать профсоюз именно тем рабочим органом, который нас будет защищать. Это, наверное, сделать невозможно. Просто так и сходу. И почему профсоюз защищает интересы? Потому что он живет на отчислении заработной платы. Он к работодателю никоим образом вообще не относится. Это важная часть, когда платят ему рабочие свои зарплаты, чтобы он отстаивал эти интересы. И самая мной нелюбимая страна Америка на сегодняшний день демонстрирует яркий тому пример. Все знают, что локаут АНХЛ, да, и защищают профсоюзы с союзом работодателей. Они там спорят, вследствие чего у нас появились. Овечкины, Ковальчуки. У нас в Малинске вообще со спортом хорошо. У нас как бы футбола нет, волейбола нет, хоккей нет. У нас телевизор есть, мы тоже как бы так живем, а проехали по всей Сибири, там все хоккеем живут. И там понятно, как бы что локаут для России на самом деле сейчас такой яркий показатель того, к чему надо стремиться. Что профсоюз должен, несмотря ни на что, ни на какие финансовые потери, защищать искренне интересы трудящихся. Но у нас, наш зомбоящик, делает удивительные вещи. Они нам промывают мозги бесконечное количество раз. Я думаю, ни для кого не секрет, что, самое удивительное, ездил, когда по городам, рассказывал, что яркий пример Франции, да, мы с ними культурно очень сильно похожи. Машкетеры, там, я себя д'Артаньяну представлял, кто-то Портосов, наверное. И близко нам это все. И вот удивительная вещь. Во Франции законодательно запрещено носить хиджаб. Хотя кто носит хиджаб? Высокоморальные, высококультурные люди, которые исповедуют религию ислам, мусульмане. И понятно, что вследствие этого они высокоморальные люди. И при этом у них разрешено, женщине легкого поведения, носить настолько короткие мини-юбки, что видно нижнее белье. Или выходить без стопика. И при этом они уже настолько толерантны, что не только обсуждают возможность однополых браков между мужчинами, они их уже законодательно закрепили. И теперь у них запрещено говорить мама и папа, а родитель А и родитель Б. Я как раз в Иркутске проснулся, когда я это все услышал. И вот вчера я рассказывал в Иркутске, что они собираются. Вот у них приняли в этот момент. Я вот думаю, если родитель А и родитель Б, мужчины, завели ребенка, сами они не могут завести, какой ребенок там вырастет? Это ужас. И у них это нормальным считается. У них вот это все в порядке вещей. Яркий тому пример Андрис Бревик. Вот яркий про него не тот, то, что они там за 3 миллиона евро настроили ему какие-то хоромы, спортзал, там библиотеку поставили, какие-то две спальни, я не знаю, может у него депрессия в одной спать. В 2014 год Андрис Бревик убивает пятерых охранников и ему за это на полмесяца отключают интернет. Вот это, мне кажется, вот тот уровень идиотизма, которому они идут на сегодняшний день. Яркий пример переписывания сознания, как с нами поступают, это, наверное, то, что произошло после развала Советского Союза, после того, как мы проиграли холодную войну. А по-другому это и не назовешь. Все же знают, да, что с 92-го года у нас официально, статья 75-я Конституция, Центробанк не подчинен ни президенту, ни премьер-министру, ни правительству, вообще никому. Это самостоятельное финансово-кредитное учреждение. При этом они делают всего лишь две вещи, но они могут в их компетенции. Первое, это ставка рефинансирования, а что это значит? Это инфляция, то есть они разгоняют инфляцию постоянно в стране. А второе, это курс рубля, они назначают. Курс рубля у нас исходя из чего, получается, образуется? От того, сколько продали мы от нашего экспорта. Но экспорт у нас все понимает, это углеводороды в основном. И получается уникальная вещь, что мы не сами назначаем курс рубля, а от того, сколько к нам привезли чужой бумаги. То есть мы за чужую бумагу платим реальными товарами, и потом, исходя из количества этой бумаги, денежной массы, говорим, какая стоимость нашей денежной массы. И получается удивительная вещь, когда мы занимаем первые места по добыче нефти, газа, алмазов по запасу, по запасу пресной воды, дерева, рыбных ресурсов, чего угодно, и при этом не входим в первые полсотни стран по уровню жизни. Это говорит о чем? Это говорит о том, что мы играем в игру, которая написана не по нашим правилам. Мы в нее выиграть не можем, никогда не сможем выиграть. Но максимум, что можем добиться, это играть, ну, хотя бы ничью. Или там с минимальными какими-то потерями. Но это тоже практически невозможно. Возможно ли это поменять? Наверное, яркий пример тому, почему это происходит. Все понимают, что такое доллар, что это финансовая пирамида. Яркий пример, почему это происходит, наверное, говорит о том, как, помните, съезд был, когда пытались развенчать миф Сталина, культ Сталина. И Хрущев, когда говорил, что вот при Сталине было огромное количество репрессий, огромное количество деревень погибло, тот крик из зала. А вы где были, Никита Сергеевич? Он посмотрел, говорит, кто это сказал? Да, кто это сказал? Встаньте. Страшно. Вот и мне страшно было. И два человека, которые попытались уйти от долларовой зависимости, это Саддам Хусейн, который хотел продавать за любую валюту, кроме доллара, нефть. Все мы знаем, где Саддам Хусейн. А второй человек, это уже на наших глазах происходит, это Муаммар Каддафи, который также пропагандировал создание золотого динара. Моментально начались какие-то непонятные движения, и люди, которые должны, лично были ему деньги, которые он давал, взаймы на выборы, сделали максимум, чтобы его уничтожить. Вот я думаю, поэтому, до тех пор, пока будут ругать Путина, что он плохой, диктатор, негодяй какой-то, можно спокойно спать, значит, его до конца еще не купили, и он, ну и не до конца вообще, значит, он отстаивает интересы нашей страны, я искренне в это хочу верить. Вот после того, как скажут, что это тот человек, за которым надо идти, вот тогда есть смысл задуматься. Действительно ли стоит идти по тому пути, который подсказывает нам Запад. Наверное, долго говорить не буду, уже Алексею Муратову буду передавать слово. Я единственное, что хотел сказать, что максимум, что хотел бы сделать, это чтобы при слове партия, мы вот проехали, и все говорят, вот, партия, это МММ, слово, это лохотрон, это люди, которые недалеки. Простой эксперимент. Поднимите, пожалуйста, руку, у кого высшее образование? У меня два. Две руки можно так поднимать. Вот видите, 90% зала. Разве возможно, что 90% зала с высшим образованием, это люди, которых очень легко навязать какую-то позицию? Конечно, нет. Проезжая по всем городам, видя вот эти глаза на конференциях, понимаешь, что это, наверное, цвет этого города, этого региона. Потому что все с высшим образованием, все уникально духовны. Потому что, когда останемся даже после конференции, огромное количество сыроедов, я не знаю почему, огромное количество людей, которые не употребляют алкоголь, не курят почти 100%. Удивительно, вот я не знаю почему, но все эти люди, которые белые вороны в этом обществе, они собираются вокруг МММ и начинают верить в идею. Насколько удивительна была идея Советского Союза, помните, коммунистическая, в начале 20 века. Она была первой, которая говорила о том, что все люди должны иметь стартовые возможности, равные стартовые возможности. На сегодняшний день все понимают простую вещь. В Африке каждый день умирает 100 человек, минимум сотни детей, без возможности стать Обамой или Путиным, только от того, что нет пресной воды. И что мы делаем? НАСА тратит десятки миллиардов долларов на то, чтобы узнать, есть ли на Марсе вода. Зачем? Я скажу, где ее нет здесь, на Земле. И не надо тратить десятки, надо сделать трубопровод, и просто, чтобы люди имели возможность жить. Насколько за 20 лет поменялось вообще отношение, насколько мы ушли далеко от человеколюбия какого-то, от каких-то простых вещей, чтобы не быть животными, а сделать условия для того, чтобы все люди имели возможность хотя бы просто жить, это просто поистине невероятно. Я вот вырос в Советском Союзе, ну как вырос, родился и там рост, покуда вырос, вот сейчас. И получилось, что я помню, маленький был, вот мне было 7 лет, мне брат маленький, один год, нас трое было. И мне мама давала коляску и говорила, иди купи хлеб с молоком. Я шел с коляской, пока он ныл, я его трес, пока подходил к магазинам, уже переставал плакать, я оставлял коляску и уходил. И никто мне никогда не говорил, Андрей, нельзя коляску оставить возле магазина. Максимум, что я мог увидеть, это когда я выхожу, если он плакал, либо кто-то кричал там в магазин, потому что я там пошел и уже конфеты какие-то изучал, хотя пустые были. Березовый срок мог изучать, ну, хоть что-то. И вот кричат, что там ребенок плачет, я мог выскочить. Либо спускаюсь там, и кто-то его качает. Никто его никуда не увозит. Мысли такой не было ни у кого. А вспомните, какая удивительная вещь была с ключами. Вся страна была настолько наивной, что прятали ключ под коврик. Все прятали под коврик, и многие даже писали записку, ключ под ковриком вставляли, что если человек уже не понимает, где его взять, то читай. И это было нормально 20 лет назад. А сегодня все, к чему мы стремимся, сожрать друг друга. Забрать максимум, для того, чтобы на сегодняшний день получилось так, что если представить планету в виде кресла, кресел, 7 миллиардов человек у нас живет, 7,5 миллиардов кресел. Что такое кресло? Кресло – это условия для жизни нормальные. Это дом, машина, одежда, еда, питье. Стандартный набор, который нужен любому человеку, просто нормально жить. Никакой роскоши. И что мы видим? Что на этих креслах сидит миллиард. А 6,5 миллиардов забраны непонятными людьми. У Абрамовича 40 тысяч кресел, у Березовского 20 тысяч кресел. И так перечислять можно, там, Прохорова какой-то. А смысл прост. Ну зачем 40 кресел тебе даже, если ты на них сидеть не сможешь, ты пыль сможешь протирать? Максимум, что мы... Мы же не сможем, если вот... У меня есть кресло, мне говорят, почему стыдно, ты вот работаешь так, тебе надо 4 кресла иметь. Зачем? Я же не смогу есть вместо одной курицы 4 сразу. И я и 4 бутылки минеральной воды не смогу выпить за раз. Максимум одну. Сколько бы я не имел возможности ее купить. Почему такие простые вещи никому в голову не приходят? Вот я думаю, партия МММ, она как раз существует для того, чтобы поменять полностью мышление людей. Что пока я здесь выступаю, у меня в кармане 3 тысячи рублей. Зачем они мне сейчас 2 часа? Вообще не нужны. Я бы с удовольствием их отдал кому-то, кто на сегодняшний момент находится в магазине и готов их потратить. А потом, когда я приду в магазин, он даст мне. Простой принцип тумбочки, про который все говорят. Мне же 3 часа они не нужны. Мало того, мы вот сейчас приехали из Даневого Востока, там вот разница с Иркутском 5 часов, с Хабаровском вообще 7. Они спят. Они вот спят, пока ты спишь. Зачем деньги использовать? Можно ждать от того, кто может это использовать. Соответственно, когда я сплю, пусть используют мои деньги. Они мне не нужны. И я очень верю, что с помощью партии МММ мы все станем другими. Приобретя финансовую независимость, мы все станем более творческими, более добрыми, более открытыми. И партия МММ сегодня, наверное, единственная партия, которая предлагает идеологию, на базе которой можно объединиться всем бывшим странам Советского Союза. Всем без исключения. Идея проста. Финансовая независимость. Это первая идея, которая пошла не только на уровне бывшего Советского Союза. Она действует сегодня и в Европе. И Алексей расскажет про Индию, что там люди загораются ей. И это та возможность стать действительно передовой идеологической державой, заразить всех. Вот этой идеей, как в свое время мы заразили весь мир идеей коммунизма, равенства и братства, на сегодняшний момент у нас появилась уникальная возможность. Мы можем стать лидерами. И в кельваторе нашего корабля, который будет двигаться к светлому будущему, пойдут уже все другие страны. Я искренне клянусь, в это верю. Единственное, что Алексей говорит, что если Индию сейчас возьмем, то они нас обгонят, у нас 150 миллионов, их полтора миллиарда. Я хотел бы попросить всех максимально постараться решить демографическую задачу, что когда они уже вольются, уже и нас будет под полмиллиарда. Я вот решаю ее как могу. У меня трое детей. Вчера вот ездил, хотел решать, домой заезжал. И буду решать заезжать, честно. Сделаю все, чтобы количество МММщиков не только в нашей стране, не только в нашей стране, друг с ним, было больше. Поэтому все, что хотел сказать, я верю, что вы сегодня, побывав на этой конференции, заразитесь этой идеей и выйдите и как в хаосе будете как заряженная частица заряжать вокруг себя огромное количество людей. И вот это количество постоянно будет расти. Что каждый из нас должен стать той заряженной частицей, которая сможет эту энергию и уверенность в том, что мы занимаемся правым делом, давать другим и заставлять их также быть заряженными на доброе дело. В конце скажу кратно. Мы можем многое. Спасибо. А теперь слово передам Алексею Вратовичу. Спасибо. Андрей. Исторожно, Андрей Крамов. Я сколько слушаю, постоянно мне до слезы доводит. Мы с ним вообще познакомились больше 10 лет назад в КВН играем вместе. Он играл за Смоленскую область, я играл за Курскую область. Потом несколько лет не общались, встретились уже, он был депутатом в Смоленской области, я в Курской области. И вот сейчас нас объединило МММ. Я уверен, что МММ объединило огромное количество творческих, находчивых людей, инициативных людей, которые действительно хотят и смогут изменить этот мир в лучшую сторону. Я бы хотел, наверное, начать с 11-й темы, вот уже как бы по привычке, по радиоконференции. Вот поднимите руку, тема 11-й интересует в зале кого? Есть участники 11-й, кто не является участником 12-й. Вот вообще как бы мало в зале людей, которые еще не являются участниками 12-й, которые являются участниками 11-й. Представляете, приезжаешь в зал две трети, в зале людей, которые из 11-й, но еще не решились зайти в 12-ю. И насколько тяжело вести конференцию, когда огромное количество людей, которые попробовали участие в системе МММ, оказали помощь кому-то и сами эту помощь не получили. Но тем не менее конференции проходят успешно, когда доносишь людям правду, это ваши глаза, и человек понимает истинные цели и задачи системы, он совершенно по-другому начинает смотреть и МММ для многих является тем лучом света в этом темном царстве, который действительно дает надежду на изменения своей жизни в лучшую сторону и людей, которые окружают нас. Поэтому раз количество рук такое небольшое, я как бы вкратце скажу по МММ-2011. Называют МММ долги ММ-2011. Были ли в МММ-2011 долги? Можно ли их назвать долгами? Не было. Если посмотреть на скопедические слова, это ли википедию, определение слова долг, это обязательства. Были ли обязательства в МММ? Их не было. Но сегодня есть моральное желание, право участников и руководителей 12-й системы помочь тем людям, которые в 11-й системе оказали помощь, но сами эту помощь не получили. Желание помочь им поверить в систему, в которую верим мы. Именно поэтому в системе, помимо тех выплат, которые проводятся централизованные администрации, создаются и кассы возврата, и фонды, в которые каждый руководитель и участник, получая помощь с 12-й, часть средств передает на выплаты по 11-й. Это прежде всего делается потому, что люди, которые сейчас двигают систему 12-й, действительно идейные и преданные люди в системе, потому что все не идейные, все они остались в период рестарты перезапуска. Или сейчас тихонечко сидят дома, они не на конференции не ходят и тем более не занимаются развитием системы. Сделали вот и сидят на диване, трясутся. Хотел бы сказать, что еще по 11-й. Кто занимался инвестициями из присутствующих в зале? Есть люди. Вот вопрос, когда необходимо инвестировать? Вот убираем идеологию, прагматично подходим к работе системы. Кризис. Когда? В подъем или в кризис? Кризис. Совершенно верно, в кризис. И те инвесторы, кто инвестировал в кризисный период в 2008-м экономику Китая, свои капиталы в ближайшие лет увеличили в разы. Все согласны с тем, что у нас в МММ был кризис. Рестарты, перезапуск. Все согласны с тем, что сейчас идет развитие уже 4 месяца. Система запущена, те проблемы, которые есть, решаются. Все согласны? Это убираем идеологию только прагматично. Да, можно дождаться выплат и зайти на пике или предпиковом состоянии, когда уже все довольно-таки успешно развивается, но там вы будете уже среди сотен миллионов. а можно помочь поверить участникам 11-й вот здесь, на этом этапе. И огромное количество ребят у меня в структуре, и вот проезжали мы по регионам, которые да, не получили помощь в 11-й, но не отчаиваясь зашли в 12-ю, понимая зачастую истинные цели системы и уже давно перекрыли свой вклад в 11-й, успешно развивают систему, живут уже завтрашним днем, живут уже будущим. Поэтому я обращаюсь прежде всего ко всем руководителям, участникам 12-й. От вас сегодня во многом зависит дальнейшее участие людей, которые в 11-е оказали помощь, но не проверили работоспособность системы. Вы ее уже проверили, вы знаете, что система работает, помогите этим людям. И хотел бы вот еще что сказать. Вот 11-я система, когда запускалась, было несколько сот человек в самом начале. Вот есть участники, которые с самого начала в МММ. Есть, да? Вот что было 4 месяца работы 11-й? Сейчас мы проработали 4 месяца. Это получается в май месяц, да? 11-го года. Что было? Совершенно верно. Ничего не было. Ни рекламы, ни развития системы. Не видно было вообще МММ. Они не говорили. не говорили только потому, что сами участники, которые участвовали, они боялись признаться, что они являются участниками системы МММ. Боялись. Кто-то сомневался в законности механизма работы системы. Кто-то зашел с деньгами, стыдно было признаться, что он в МММ, что он в лохотронии в этом участвует. Потому что друзья, знакомые, все крутили пальцем у виска. Стыдно было признаться. Сейчас огромное количество участников в 12-й за 4 месяца работы. Который с гордостью ездит на мавромобилях, с гордостью носит логотипы системы МММ. Потому что эти люди уже прозрели. Это пелена лжи, которая накладывается на нас с момента рождения до самой смерти. Она спала. И ко мне многие подходят и говорят, ну, как в фильме «Матрица». Когда просыпаешься и совершенно по-другому начинаешь смотреть на мир. и на людей, которые тебя окружают. Что друзья, коллеги, которые вчера были рядом с тобой, продолжают сидеть в клетке, не поднимая головы, занимаются рабским трудом и не понимают своего рабского положения. Не понимают, что они рабы. Можно всю жизнь прожить в рабском положении, не понимая этого. Но нельзя заставить человека сидеть в клетке, когда он уже получил этот глоток свободы. Поэтому я абсолютно уверен в том, что чтобы не ждала саму систему, какие бы циклы развития не были, количество участников и денег с каждым днем будет все больше и больше. Если тогда мы начинали там, сотни были, закончилось миллионами, сейчас уже сотни тысяч, может быть, миллионы, сейчас не знает никто статистику, я абсолютно уверен, что будут сотни миллионов. сотни миллионов будет по всему миру. И сейчас система ММ структуры присутствует практически во всех странах мира. Причем выстраиваются они на выходцах из России и страны СНГ. Андрей сказал, что у нас 150 миллионов в России. А в Индии, где система успешно развивается, полтора миллиарда. И там действительно сейчас происходит революция. Революция сознания. они уже рвутся, говорит Алексей. Именно Индия будет центром развития системы ММ и идеи Сергея Мавроди. Потому что изначально сейчас в 12-й на конференциях 80% времени уделяется идеологии, только 20% в работе системы. И люди, которые приходят в систему ММ, это люди, которые приходят менять мир. у меня абсолютно нет сомнений в том, что система будет развиваться по всему миру, причем как бы и через Индию. Вот у нас 150 миллионов и полтора миллиарда. Представляете, какое их присутствие практически в каждой стране. Причем выезжают самые ушвые. Они вообще такие очень бойкие. Потому вообще цыгане это кочевые индусы. Представляете, страна полтора миллиарда цыган. идейно заряжены. Слушайте, как кричат «Рэдди по революшн». Этими словами заканчивается каждая конференция. Когда люди приходят в зал, который не является участниками системы, ты им говоришь о том, что деньги делаются из воздуха, что мы живем в руководительском обществе. Они сидят в шоке. Но после конференции, где-то часа три идет конференция, они понимают все несправедливость своего существования и на вопрос «Рэдди по революшн» все дружно ест и 100% участия людей, которые приняли участие на конференции. Я абсолютно уверен в том, что к проекту будут присоединяться люди по всему миру. Потому что несправедливо, когда кто-то работает с утра до поздней ночи, кто-то продает свои природные ресурсы. Мед, газ, лес, алмазы. Кто-то просто-напросто печатает фантики и скупает все, что производится на земле. Это несправедливо. Просто мало кто знает истинные причины, почему мы живем в нашей стране, в самой богатой стране мира, живем как нищие. И других странах люди не понимают, почему мы живем в мире, в котором достаточно тех ресурсов, которые существуют и тех технологий. Но живем как нищие. Почему у нас дети умирают от недостатка питьевой воды? Почему у нас люди голодают по всему миру? Потому что общество сегодня выставлено на этих фантиках, на этих ценностях, связанных с деньгами, на дефиците. Именно этот дефицит дает власть. Дает власть той кучке прежде всего банкиров, которые стоят за ФРС, которые являются истинными нашими оппонентами и врагами. У нас нет оппонентов и соперников на территории России и других стран. И даже оппозиция, с которой мы сейчас идем в борьбу, это всего лишь показать обществу, показать действующей власти, что на сегодняшний день единственная здоровая оппозиция это МММ. когда задали вопрос интерфакси какое отношение вы имеете к оппозиции прямое именно наш лидер сегодня вынужден ограничивать свои контакты именно мы сегодня знаем почему мы живем в самой богатой стране живем как нищие мы знаем путь выхода из этой ситуации и мы к этой цели идем по этому пути несмотря ни на что и цель создания общественной политической партии это первая партия которой власть не нужна потому что власть сегодня бесполезна потому что нельзя сегодня добившись этой власти изменить жизнь людей в лучшую сторону нельзя я буду депутатом регионального уровня 8 лет когда полномочия выстроены таким образом что полномочия вот так обязательства вот так даже бюджет сформирован таким образом что ты вот эту мизерную заработную плату учителям дошкольного образования ты ее не можешь выплатить этих денег в бюджете нет бюджеты дефицитные на муниципальном уровне на областном на федеральном то же самое все потому что мы живем вне свободной стороне мы проиграли холодную войну и сегодня мы практически сырьевой предаток вот неотъемлемые части свободной страны независимы это что это возможность печат чеканки собственных денег выпуска собственных денег это писать свои законы самостоятельно экономика у нас сегодня даже правительство не знает кто стоит за этой кучкой олигархов которые сегодня управляют экономикой у нас сегодня международное право приоритетнее нашего внутреннего то есть законно так же навязывают сверху у нас сегодня центрбанк не подконтролен правительством является частной структурой причем кто знает где должен проходить суд рассматриваться дело в случае возникновения споров между центрбанком и правительством Российской Федерации правильно в Нью-Йорке это прописано в законе центральном банке знаете кто нам пишет законы и для кого эти законы пишутся и сегодня в нашей стране и в других странах такая же ситуация на одинаковая все мы сегодня в кабальных условиях и те лидеры которые действительно пользуются огромной популярностью собственного народа и поддержкой собственного народа они пытаются освободиться в одиночку от этих финансовых оков но что получается все видят что сделали с Хусейном что сделали с Каддафи я абсолютно уверен в том что если наш лидер или лидер Украины или другой союзной нам страны попытается приступить центрбанк изменить эти правила игры сюда войдут миллиарды долларов для того чтобы развязать гражданскую войну миллиарды напечатают столько фантиков сколько необходимо будет чтобы сохранить и удержать эту финансовую пирамиду которая называется доллар и сегодня в одиночку освободиться невозможно освободиться можно только всем вместе для того чтобы освободиться все вместе люди должны прозреть у них должна спасть эта пелена лжи которая сегодня нам накладывается через СМИ через зомбоящики и когда проходила пресс-конференция в интерфаксе я задал в залу вопрос журналистам кто знает о том что центрбанк является частным банком поднимите руку ни одной руки вот Юра Майоров присутствовал один поднял руку потому что один ММ-щик был в зале два это говорит о том что сегодня наше население финансово безграмотно вот истинная цель и задача создания общественно-политической партии образование людей борьба с финансовой безграмотностью сегодня используя инструмент общественно-политической партии мы должны доносить до людей информацию истинной цели системы для того чтобы они открывали глаза и задумывались им успех секрет успеха системы ММ который создал Сергей Бавроди в том что сегодня очень сложно заставить человека тем более там в 40-50 лет уже когда он в принципе руководствуется всеми решениями на основе того опыта жизни который получил этих знаний заставить этих людей учиться учиться менять сознание и менять себя очень сложно поэтому Сергей Бавроди придумал инструмент который через те ценности которые сегодня навязаны обществу а обществу навязано что это? привлекает внимание людей они начинают потихонечку воскрывать информацию и прозревают и повторюсь когда человек прозрел сидеть он уже в этой клетке не сможет поэтому независимо что будет в системе какие этапы развития абсолютно верен что сторонников идеи Сергея Бавроди и истинной цели системы ММ будет с каждым днем все больше и больше и здесь главное почему проводим конференции в момент запуска системы 12 правильно относить информацию до участников которые приходят в систему ведь какими средствами необходимо участвовать в системе? свободными свободными совершенно верно но зачастую люди которые приходят в систему они вкладывают больше того что действительно могут выйти и отдать в качестве помощи другому человеку именно это и приводит к тем проблемам негативам которые возникают и тем ситуациям которые были в период рестарта и перезапуска сегодня каждый из нас работает на работе или занимаясь бизнесом получая прибыль часть средств идет на оплату жилья часть средств на продукты питания и все остальные вещи и остается какая-то часть средств свободных средств которые человек действительно может пожертвовать другому человеку в качестве помощи в надежде на то что через некоторое время система повернется к нему лицом и окажет помощь ему вот именно вот такой и этими вот такой частью и этими средствами необходимо участвовать в системе МММ никакими другими и если человек правильно понимает идеологию и именно участвует в такими средствами он никогда не испытает отрицательных эмоций от участия в системе что бы ни произошло а если человек ну вбухивает миллионы потом сидит трясется не дай бог там а если получилось схватил рванул убежал домой сидит трясется чтобы у него не забрали это вот если человек с таким подходом участвует в системе не произойдет этого щелчка в голове не изменится он даже если деньги он получит он останется таким же меркантильным рабом когда человек действительно понимая идеологию участвует в свободных средствах и помогает другому человеку у него через некоторое время происходит щелчок в голове и вот огромное количество участников которые прошли через меня в 11-й системе сейчас уже в 12-й которые приходили в начале каждые 20 бонусов там подарочные считали там все эти там депозиты высчитывали где там что-то а через несколько месяцев они безвозмездно оказывали помощь людям которые даже не являются участниками системы но которым эта помощь нужна кто-то тратил на лечение онкологически больных детей кто-то в храм нес оказывал помощь кто-то в спорт в детей вкладывал в рамках военно-патриотического воспитания то есть люди еще несколько месяцев назад не способны были вот так вот достать из кармана несколько тысяч долларов и отдать другому человеку через МММ они сильно изменились именно МММ позволяет сегодня изменить создание людей вот сейчас по всему миру идет политика разделяя и властвуй навязывая где ценности связанные с деньгами система МММ это вирус который выпущен в противовес который ведя также через деньги ведет противоположную политику объединение людей и люди объединяются этот процесс не остановится сегодня МММ это вирус социальный вирус который соединяется с муниеносной скоростью все препятствия которые нам создают настолько закаляют и усиливают этот вирус становится более неузимым он мутирует становится более стойкими и вот если вспомнить кабинеты МММ-2011 на чем мы начинали запуск системы и работали в 11 системе и сейчас сравнить кабинеты вот были бы у нас сегодня эти кабинеты не было бы у нас МММ-2011 но наверное бы не было потому что все что мы создаем это новый продукт этого не было еще и все что сегодня создается это прежде всего создается на наших с вами идеях потому что система МММ это не только объединение финансов это объединение интеллектуального и творческого потенциала участников и все проекты которые реализуются в рамках МММ это наши с вами проекты наша с вами инициатива и все это делается тоже нашими с вами руками вот в Индии когда провожу конференции мне задают вопрос почему Индия потому что Индия всегда была нашим стратегическим партнером и во времена Советского Союза и сейчас я воспринимаю МММ отлично я как ответный ход со стороны России и стран СНГ на ту агрессию и на наш проигрыш в холодной войне мы сегодня через МММ хотим освободить весь мир от их финансов как опыт мы всегда были сдерживающей силой Соединенным Штатам и сейчас МММ я думаю будет тем же балансом и вот говорят а что такое финансовый апокалипсис чего мы пытаемся добиться финансовый апокалипсис это разрушение этой пирамиды которая называется доллар причем пути могут быть разные мне задают вопрос мы все равно в банках храним питаем эту финансовую пирамиду банковскую да банки пенсионный фонд страховый компания финансовая пирамида финансовая пирамида что говорит Сергей Павроди самое главное не сумма долга поведение участников главное чтобы все одновременно не пришли представьте если у нас огромное количество по всему миру участников системы если завтра в воскресенье точнее сегодня у нас воскресенье в воскресенье в очередной воскресенье Сергей Павроди скажет уважаемые участники теперь мы деньги системы храним дома под подушкой а не в банке что произойдет очередь выстроится по всему миру у кого банковских платежных систем через 2-3 дня банковских систем не будет соответственно национальных валют и на фоне этого рост мавра не 55 а 155 но это такая фантазия сценарий вообще огромное количество и у Сергея Павроди огромное количество еще идей планов и сюрпризов которые он приготовил приятный сюрприз очень много проектов которые планируют сейчас реализовать в рамках МММ и многие уже слышали о функции кабинета в которой будет добавлен обмен мавра который позволит реализовать ряд проектов которые позволят развивать систему это и товарная биржа за мавра и интернет-магазины которые будут торговать маврой и обмен мавра я думаю что поможет более быстрыми темпами развивать систему и привлекать новых участников вообще все проекты которые сегодня реализуются МММ это наши с вами проекты именно от нашей с вами активности зависит когда мы все-таки добьемся нашей цели по изменению мира всегда говорят когда мы все-таки как вы думаете как вы планируете не знаю все действительно зависит от нашей активности начинали мы одиннадцатую с нескольких сот человек и рестарт произошел режим спокойствия уже было миллионы участников старт я не знаю были ли миллионы но сотни тысяч точно были потому что я видел кабинеты вышестоящих руководителей где были сотни тысяч участников что будет через год я боюсь представить учитывая те темпы которые которыми сейчас развивается система МММ в Индии что они говорят у меня действительно уверяется в том что именно Индия будет центром и локомотивом развития системы МММ и здесь Сергея Мавроди и обещают в ближайшее время уже рвутся другие страны я сейчас выезжаю в ноябре в Индию как раз именно организовывать и начинать проводить работу через индийские кланы которые практически по всему миру выстраивать структуры МММ по другим странам в поддержку тех руководителей которые стоят по странам и продвигают систему и в завершении конференции хотел бы кое-что сказать вот в чем сила системы МММ я думаю что в правде и приезжая на конференции даже когда заходишь в зал где даже две трети участников это люди которые по 11 не получили помощь от системы люди приходят с негативом я понимаю этих людей мне тоже хочется им помочь но все мы здесь присутствующие в зале участники системы в разных правах и не имеем той возможности чтобы в 1 секунду на минуту решить эту проблему не менее эту работу я уверен проводит каждый руководитель и я уверен в том что именно эти трудности которые мы прошли период перестарты перезапуск именно эти трудности нас укрепили и дали возможность провести отбор руководителей я уверен что люди которые сейчас руководители двигают систему идейные люди идейные люди что укрепляет сильнее всего команду вместе пройденные трудности именно они нас закаливают и для меня это перестарты запуска тоже боевые испытания которые не прошли некоторые люди которые окружали меня рядом и наоборот у меня именно в системе и после и трудности появились новые преданные друзья говорят что последние друзей в жизни мы заводим студенческие годы дальше мы только можем растерять вот РММ опровергает это утверждение я абсолютно уверен в том что у каждого руководителя этот сложный период он дал возможность пересидеть те люди которые окружают нас рядом и абсолютно уверен такой девиз по жизни все что не делается все к лучшему и вот когда был арестат и перезапуск эти все трудности причем в Индии это проходило все более жестче потому что у нас цветочки были в сравнении с тем что было там ягодки потому что когда я запускал систему ММ-2011 в Индии я на конференциях давал идеологию а вот сетевики на которых я полагался они доносили прежде всего сетевой план если у нас участники знали что такое ММ-М Ригей Мавроди финансовые пирамиды то там действительно были введены в заблуждение и многие участвовали думая что они участвуют в инновационной компании в Индию много приходит финансовых пирамид которые приходят собирать деньги и уходят я им говорю что чтобы не произошло я останусь в Индии и буду перезапускать систему вместе с вами я им это доказал я им сказал что ММ в Индию пришло навсегда это не компания однодневка которая собрала и ушла и что бы ни произошло мы все вместе будем ее перезапускать и вот этот трудный период мы прошли вместе и вот именно этот трудный период действительно дал возможность сформировать сильную идейную команду да возможность вот период рестарта перезапуска режим спокойствия это подготовить идейных руководителей вот видео когда они сделали обращение в поддержку нашей позиции по выбору Координационного Совета Позиции это все руководители системы ММ причем самые сильные из них это не сетевики это простые люди вот самые сильные самые крепливые это дизайнер по профессии и вы действительно происходит революция и я уверен в том что и здесь в России осознав может быть те ошибки которые были допущены в части идеологии когда не доносилось до конца полностью идея системы ММ идея Сергея Мавроги я думаю что учитывая этот опыт мы эти ошибки учтем и уже не допустим те проблем которые были поодинственным так вопросы может быть я услала вопрос при таком стечении обстоятельств развития МММ когда будут завершены выплаты вкладчикам МММ 2011 выплаты вкладчикам МММ 2011 идут но не вкладчикам у нас здесь вкладов не было участникам участникам поднимите руку пожалуйста руководители у кого в структуре уже были выплаты по 11 что у меня такое ощущение что видео надо убрать потому что в ребенок сложится впечатление что все выплаты в Москве идут я вам скажу честно проезжали по регионам в три раза меньше рук на такое количество людей в зале потому что больше участников по 11 в зале присутствует нежели у вас зале но выплаты везде по регионам происходит пропорционально это я вам точно говорю я этот вопрос задавал на каждой конференции 5-6 рук и говорит о том что где-то блатные кому-то там в первую очередь не верю в это не верю потому что даже мои ребята руководители и участники кто делал выплаты из 12-й по 11-й ну интересно же как они там добились выплаты они созванивались и говорят а что вы делали для многих людей сюрпризом было их-то разбудили нет не являясь участником 12-й в 11-й вложил потерял разочаровался ой приятно удивили и так 100% вот все ребята у меня взвалили у меня такой вопрос не возникает выплаты по 11-й производится за счет средств которые поступают в систему 12-ю именно скорость этих выплат по 11-й напрямую зависит от темпов развития 12-й именно люди руководители которые сейчас двигают 12-ю систему эти люди сегодня нацелены прежде всего на то чтобы рассчитаться с участниками помочь по 11-й и у меня вот просьба к участникам 11-й не теребите не мешайте помогайте им потому что они сегодня работают на вас потому что это остались самые идейные преданные которые сложны для системы период не разбежались не спрятались общались со своими участниками помогали смотрели им в глаза смотрели потому что действительно пришли участвовать в ММ с благими намерениями вот я проработал на атомной станции больше 10 лет вот атом он есть как мирный созидательный так и военный разрушительный в зависимости в каких руках он находится если человек приходит рванусь букнул такой трясется независимо от того смог он получить деньги не смог он не изменится он как был рабом так рабом и останется он как был с больным сознанием с ценностями больного общества потому что не знаю как назвать по-другому общество где из-за этих фантиков готовы сожрать рядом стоящего человека он таким и останется поэтому не мешайте помогайте лучше всего участвуйте в системе только участвуйте действительно теми средствами которые готовы пожертвовать и я уверен что если бы каждый участник участвовал именно такой суммы пусть это будет тысяча рублей две-три тысячи рублей он будет нести эту идею дальше будет рассказ своим друзьям знакомым он получит за счет руководительских и реферальных помощи достаточно чтобы вообще заниматься только развитием системы достаточно и при любых развитиях ситуации в системе не испытает он от участия в этом проекте не испытает еще вопросы ну я это не афиширую но там был и СМИ и Центральной газеты Таймс и Нью-Дель давал информацию о том что система МММер потому что там были сетевики в 11 пошли первые выплаты они как всеми структурами пришли так всеми структурами начали выходить обращаться за помощью это привел к панике общей по системе и также введен режима спокойствия и перезапуск уже в 12-ю систему на кабинетах 12-й. И долги, так называемые в кавычках, по ММФ 2011 уже были закрыты в 12-й системы за первые две недели работы. Поэтому когда Сергей Вавродий сказал в начале запуска системы 11-й, что мы окажем помощь всем участникам 11-й, кто эту помощь не получил, все с сомнением приняли эту информацию. Сейчас огромное количество участников будут уже уверены в том, что действительно мы эту помощь окажем, глядя на темпы развития системы 12-й. Алексей, по Индии, правда ли то, что сейчас ограничен для участников в Индии максимальный размер взноса за обучение? В Индии забирают что ли? Официально таких ограничений в кабинете нет. В плане очень дисциплинированной может быть. И когда я провожу конференции, это можно сказать, мое ограничение, 1000 долларов. Почему объясню? Во-первых, чтобы избежать тех проблем, которые были по 11-й, период 30-й, чтобы не заигрались, чтобы не потеряли голову и не вложили больше того, что действительно могут себе позволить. Такие темпераменты. и здесь еще моральная такая составляющая. Все-таки человек, который может выйти на улицу и отдать больше 1000 долларов качественной помощи другому человеку безвозмездно, вряд ли этот человек находится в трудной ситуации, вряд ли ему понадобится помощь от системы. И вот именно с этой целью ограничения сделано, чтобы когда человек приходит с большими деньгами, соответственно, потом получает такую огромную помощь от системы. Это с идеологией. А в Индии на первом месяце идет и диалоги. Поэтому такое ограничение есть. И я, да, говорю о том, что максимальный уклад 1000 долларов, а не 1000 долларов именно укладывает, не больше. Хотя кабинетами эта сумма не ограничена, кабинеты точно такие же, как и в России. Но больше 1000 долларов укладов нет в Индии. Алексей, появилось видео с нашим одним из видеоблогеров Александром Соколовым по поводу империи тур, связан с МММ. В твой адрес тоже было. В адрес Александра Колбасова. Какие-то комментарии есть по этому поводу? Я не смотрел видео. Ну, что скажу. Если там какая-то критика, там, империи тур, там, действия, вообще кого-то из уходили. Там, я и в период рестарта, и при запуска и свою позицию по Константину, Константину, Феликсу и Конни. Вот мне в Индии не удалось поставить лидера, менеджера, который бы, чтобы я уехал и занимался стратегией. А оперативная работа лежала бы на нем. Кого бы ни ставил, наших ребят не воспринимают, но вообще, как бы, ни в какую. Даже среди них ставлю там, лидера ихнего. Вот они вот там, брат, сват, уже в сетевом бизнесе столько, уже там, такие, по-братские отношения, родственные. Только стоит поставить его чуть повыше, уделить чуть больше внимания и времени, все, они его съедают. Ну, поэтому, Сергею Мавродиу удалось стримать команду администрации, которая справляется с работой. Я не хочу оценить их действия. Я верю Сергею Мавродиу. Я пришел в систему за ним и пойду за ним до конца. До победы. До победного. Несмотря на всю критику, которая там сыпется. Это его позиция по поводу администрации. Я верю ему. Поэтому я работаю с той администрацией, которую поставил, которой доверяет Сергею Мавродиу. Спасибо. Кто мог бы пояснить эту информацию по империтуру более обширно? По империтуру? Она будет ли интегрирована в систему или она уже интегрирована? Вы знаете, Саша Колбасов занимается. И вот я, допустим, знаю информацию по империтуре и воспринимаю империтуру. Вот в каждой стране есть своя специфика работы. Вот как родилась идея по общественно-политической партии? Вот в Индии, когда началось все развиваться, я знаю о том, что финансы в карамиде запрещены, что в Индии государство может такие рычаги включить, ну, похлеще даже, чем в Белоруссии. И развивая систему в Индии, я прекрасно понимаю, что нужно будет выстраивать отношения с действующей властью. И я прекрасно понимаю, как в России, так и в других странах, в том числе и в Индии, политическое пространство приватизированное. Как только появляется новый сильный игрок, все вроде бы, еще вчера, позиционные партии тут же объединяются, чтобы его съесть. Потому что, ну, там они не жизнь людей в лучшую сторону делают, не за этим не пришли. они там власть делят и на этом деньги зарабатывают. Кто прекрасно это понимает, мы не идем за властью и не вторгаемся в политическое пространство. Мы пытаемся, используя партию, выстроить с ними отношения. И вот идея была, что именно, когда я был в Индии, создать политическую партию, через которую ввести этот диалог и открывать людям глаза, в том числе и чиновникам. Чиновники такие же, там люди из плоти и крови. На структуре там огромное количество сотрудников ФСБ, ФАС, прокуратуры, депутатов. Просто не признаются они в этом. Открыто там не поддерживают. Но тем не менее, они тоже верят в то, что через МММ можно изменить мир в лучшую сторону. Они не готовы открыто об этом говорить. Вот Андрей Крамер, один из первых, руководителей уже действующих политиков, которые заявляют об этом открыто. До этого мой коллега Виктор Таран. Я уверен, что огромное количество людей, уже действующих политиков, лидеров, будет приходить в систему и открыто говорить о ее поддержке. Вот в том числе и через партию выстраивать отношения в Индии. Вот была цель ее создания. Еще вопросы? Я заметил такую ситуацию, что в разных мероприятиях люди выходят на улицу, потому что они же против чего-то. Они же против действующего режима. Именно такой вопрос. Возвращается через массовые мероприятия, митинги, чтобы нам показывать то, что мы против действующего режима в Америке. Кто был в Екатеринбурге? Есть люди, да? Понравилась вообще энергетика? Зарядились? Я говорю, что такие же мероприятия мы будем проводить. Они будут носить мирный характер. В Индии, знаете, когда они добились свободной зависимости от англо-саксов, хотя бы на бумаге, Махат Маганди, лидер движения, мирным путем. Причем, говорили, хотя бы какую-то агрессию бы проявили, хотя бы знали, что с вами делать. Сегодня МММ и наше суржество мы тоже делаем эту мирную революцию. Хотя он, для говорится, больше не революцию, а эволюцию. Пусть будет эволюция. Мирная. Мы от своих компонентов не скрываем своих планов. Мы открыто об этом говорим. Мы мирно себя ведем, не вызываем, не показываем агрессии. Четко знаем свою цель и к ней идем до конца. И в том числе и митинги, конечно, будем собираться. Это больше будут такие праздничные мероприятия, чтобы еще раз собраться все вместе, посмотреть, пообщаться друг с другом, поддержать друг друга. Реприятия, которые будут заряжать прежде всего нас. Ну и тем не менее, вот МММ, они называют вилы, из этого вот, из этого жизнедеятельности, доставать таких, как Максимов, на свет Божий, показывать власти, помогать, разбираться с такими злочиновниками. Вот поэтому, наверное, Андрей и на каждой конференции про Смоленск и рассказывает. Есть еще вопросы? Скажите два слова про Африку. Кто там? Ну я знаю, что там все успешно развивается. Не хотел бы давать оценки, потому что, говорю, Саша Колбасов занимается этим проектом. Просто вот по Индии рассказывает, потому что, говорю, непосредственно, вот и до все знаю. А вот Африку, знаешь, что там все окей? Но воды нет. Сказали, что как в 1994 году там все развивается. Я думаю, что с такими темпами развития системы, я думаю, и вода там скоро будет. Да. Здравствуйте. Спасибо за такую конференцию. Интересно, почаще надо собирать. Ну, в других местах. Я участник с 1994 года и в 11-м был руководитель, но сейчас в 12-м. Со стороны администрации, даже сейчас, очень мало все-таки идет освещение вопросов возврата. Я, значит, вижу, как участники стали активными и вновь пришедшие, и те, которые, ну, сейчас мы развиваем, и те, которые из 11-го пришли, они действительно активные, развиваются, вкладывают, опять доприносят, людей привозят. И тем не менее, мне очень много задают вопросов участники, и я думаю, что управляющим это тоже задают. Какая все-таки логистика по выплатам в 11-м выстраивается? Не те варианты, которые каждая структура придумала, а у системы есть ли какие-нибудь четкие действия? Ну, как кабинет сейчас повесил 22-й год, понимаете? Ну, немножко а если бы повесили бы, допустим, январь месяц 2013-го года, я бы, если так вот руководители все там, как бы уже на милу и своими участниками были не раз подняты, и так как бы очень сложно работать, потому что обращались к своему десятнику, а практически десятник, он не может повлиять ни на скорость выплаты, ни на очередность, ни на что, но тем не менее, он вынужден каждый день отвечать на вопросы по улице в 11-м. Поэтому какая система вот будет заведена или введена? Потому что, например, вот я как десятник знаю, что есть участники, которые говорят, и я верю в них, что получат они деньги, а не как минимум 70-80% оставят в системе, потому что они уже, даже сейчас получают, и уже этим довольны. Вы понимаете, как бы вот момент. Все, мы вопрос поняли, сейчас ответит, я потом добавлю. Да, да. Сейчас как раз хорошая новость. Уже сейчас по вот этой кнопочке руководители знают, то, что мы загружаем документы по возвратам из 2011. Вот уже первые выплаты по вот этой кнопочке уже идут. Один из руководителей меня уже обрадовал, говорит, у меня уже 15-му человеку выплачивают. Просто-напросто нужно сделать, чтобы документы были правильно составлены, чтобы их загрузить туда. И для того, чтобы получить выплату, нужно, чтобы человек, вот этот вот участник 11-й, обязательно сделал минимальный вклад за 10 долларов в системе, пункт 7 правил. И обязательно нужно запросить помощь. То есть, сначала загружаются документы, их проверяют. Если документы правильно составлены, то у этого человека в кабинете в личном вкладочке МАВРа появляется возврат по МММ 2011. Сумма та, которую он вкладывал в МММ 2011. И для того, чтобы их получить, надо только нажать на кнопочку «Запросить помощь». И тут же происходит помощь на общих условиях, так же, как и вот у нас «Купить-продать». Вот и все. То есть, уже процесс пошел. Буквально, когда первые выплаты эти произошли? Буквально недели полторы-две назад. Это после проверки? Это после проверки? Да, да. Вот мы сделали следующее. Мы бухгалтерам дали задачу. В некоторых структурах есть основные бухгалтерам. И они перед тем, как загружать документы, обязательно у каждого проверяют эти документы. Потому что, если документы неправильно составить, неправильно загрузить, то, соответственно, в конец списка. Обязательно, четко, правильно нужно эти документы. А формат этих правильных документов? Извините, пожалуйста, если я лезу не в свои дела. А вот формат, где-нибудь это можно увидеть? Я с финансовыми документами тоже понимаю, как действовать, но у каждого свои правила. Практика показывает, что даже, если это все написано на блоге КРО, как это должно выглядеть, но, если это делает не специалист, обязательно человек ошибается. Это 100%. Поэтому мы сделали так, чтобы этим занимались чисто специалисты. У нас люди на зарплате сидят просто и штампуют эти документы. Проверили, сказали, все правильно, можно загружать. Проверили. Десятник, как сделать редакцию? Значит, да, каждый руководитель уровня сотники выше просьба просто выделите человека, который будет этим процессом сейчас заниматься. Все проверять и загружать. Уже не правильно загружены, но вот, соответственно, после того, как пройдут эти выплаты правильно загружены, пойдет... А как узнать, правильно загружены или неправильно? Если правильно они загружены, проверяют сотрудники КРО, загружают, у человека появляется вот это окошечко, что все, выплата появилась. Можно теперь нажимать на кнопочку возврат по 11. А проверка как идет? А у человека вы не сняли или все структуры в целом? Идет по каждому человеку проверка. Идет список людей, КРОшник его видит, он проверяет, смотрит, все в порядке, загружает. Причем эти уже документы были проверены несколько раз. И сотрудники КРО проверяли. Помните, мы первый список подавали, потом второй раз подавали. И вот уже окончательно эти списки сейчас уже загружаем по кнопочке. Ну и чем я могу помочь? Давайте своих представителей просто от своих структур, подходите, я дам контакты своих бухгалтеров, чтобы вот уровня сотники выше, просто они будут консультировать уже ваших людей и дальше будет идти уже распространяться информация правильно. Спасибо. Ребята, еще раз повторюсь, одной из важных и главных задач, что мы здесь собрались, это найти себя в списке и расписаться у Димы ведомости. Правильно, Дима? Поэтому давайте мы сейчас... Андрей, давай как бы... Я предлагаю вот так вот. Пусть кто еще не подходил к компьютеру пройдет и проверит себя в списке, а мы будем продолжать. Вот вопрос, ответ. Да, вот есть Константин, он должен встать, показаться. Вот Константин вот так, подходите, он на компьютере проверит. Да, мы будем сейчас потихонечку уже в рабочей атмосфере. Большая просьба, не уходите, пожалуйста, проверьтесь сначала, а потом... Отвечать на вопросы, а что касается оппозиции, вот почему мы заняли такую жесткую позицию? Прежде всего, для того, чтобы показать. Дмитрий, можно вопрос? Я думаю, что хотелось. Дмитрий, у меня вопрос, а какая ведется работа с людьми, от которых отказались руководители, то есть брошенные люди? Ну, например, вот каждый руководитель в своей структуре ответит по-своему, потому что... Любому руководителю, вот в зале, поднимите руку руководителя, к любому можете обратиться за помощью, и они с удовольствием возьмут вас от себя непосредственную структуру и помогут и заявку сформировать, и документы восстановить. Помогут, а дальше что? Ждать? Они помогут вам сформировать заявку на выплату по 11-й, и дальше вам помогут участвовать в системе по кабинету и все вопросы. Нет, нет, все, что... которые остались без руководителей, какая с ними ведется работа? Кто с ними вообще работает? Я сейчас могу ответить на этот вопрос. Да, 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 я отвечаю. Дело в том, что если у человека действительно нет руководителя и невозможно собрать полный комплект нужных документов, вы это имеете в виду, верно? Да, если потерялся руководитель. Я вас спрашиваю, вы это имеете в виду? Если потерялся руководитель, и невозможно восстановить документы, правильно? Я правильно понимаю вопрос? Платежки такой не остались. Ну, то есть, да, те, кто в курсе, понимают, что да, если нету полного комплекта документов, например, нет выписки по счету десятника, то довольно проблематично доказать, что человек действительно участвовал в обществе 11-й системе. Но мы знаем, что некоторые из этих людей действительно по-настоящему участвовали, но у них нету этих документов. Мы просто создали в структуре добровольный, вот эту кассу добровольную, когда любой руководитель может 10% от своих денег просто внести в этот добровольный фонд. И таким образом, мы эти деньги кладем просто на сверхдоходные как месячные депозиты, пока они есть. И потом, когда уже всем все выплатится, тем людям, у которых все в порядке с документами, потом начнем выплачивать тем людям, у которых не в порядке с документами. Будет просто каждый месяц 40%, вот МАВРа будут расти со скоростью 40%, сверхдоходные пересчитаются, и мы будем каждый месяц делать какие-то выплаты из вот этих благотворительных денег. То есть мы не один раз просто получили деньги и сразу их раздали. Нет, мы их на депозиты кладем и будем их выдавать постоянно, как финансовый поток, ручеек. Вот так мы и будем с этим разбираться. перенимать. То есть можно этот подход сделать. Значит, у нас в системе есть такое правило, можно участвовать анонимно. Вот мы делаем такого неанонимного, у нас там благотворительный участник называется, и на него все складывают свои деньги, и у него МАВРа эти растут, и потом будут эти выплаты происходить. где-то, ну, уже первые будут размораживаться пятмесячные через несколько, некоторых. То есть, если нет возможности, то есть выпивки в себе. Тогда, да, тогда кладите так и выдавайте этим людям уже из благотворительных средств. Других вариантов я не вижу таких особых, но, правда, есть еще и кассы возврата, есть... ФРС. Да, ФРС, то же самое, касса возврата, то есть, просто название хорошее, красиво. То есть, точнее, даже это не касса возврата, это такая же благотворительная система, о которой я рассказал, что просто люди какой-то процентик от своих помощи, которую они получили из системы, какой-то процентик они тоже отдают на помощь людям. Я давайте потом еще отвечу на все эти вопросы, чтобы Алексей смог туда... Я уже буду завершать. Просто давайте про жизнь. А скажите, пожалуйста, вот, чтобы выложить видео на сайте, как нужно проверить? Что сделать? А сейчас, по-моему, вообще проблем нет с тем, что выложили новости. Извиняюсь, рассылка администрации номер 6, там все подробно расписано, как в новости попадать. Если раньше были вопросы, вот даже проводя конференции по городам, мы задаем вопрос, есть проблемы сейчас с новостями, там, мы там проблем с тем, что выложить новости, вообще... как будут уступать с теми людьми, которые недобросовестно относятся к своим участникам? Уважаемые участники, системы МММ, вы видите принцип работы сейчас кабинета 12-го. Абсолютно нет зависимости участника от своего руководителя. Вот если раньше считают десяток, выпадет и выпадет постоянно. Если кого-то чего-то не устраивает, говорю, у нас здесь социальная сеть, не дополняйте кого-то, ни начальников, ни боссов, ни тех, кто у вас там, ну, там, или те, которые... Выбирайте себе друзей, товарищей, единомышленников, с кем приятно работать. Разрешите, я вот добавлю, да? Я вот в этом плане более радикальный, потому что вот только что и Алексей об этом говорил. Никаких гарантий, никаких обещаний не было. Так или нет? Так или нет? Так. Соответственно, нет никаких долгов. Так? Это добрая воля Сергея Пантелеевича, что он сказал, что возможно кому-то выплатят. Поэтому зачем смысл ждать? Нужно вкладываться в 12-ю и отбиваться. Уже сотни примеров, когда вкладывались в 12-ю и отбивали в 11-ю. Понимаете? А так вы сами себя обманываете и участников. Вкладывайтесь в 12-ю. Все. Это просто денежный вопрос, а чисто вопрос отношений. Если вам нравится ваш руководитель, выбирайте любого другого руководителя и участвуйте работайте. Выбирайте себе единомышленника. вопрос. Я взяла очень много брошенных участников. Ряд руководителей с 11-ю, которые бросили своих участников. Они сейчас участвуют в 12-ю, развивают активную структуру. От своих участников отказались. Я разговаривала с рядом таких руководителей. Они посылали меня. Благодаря вот такого их отношения сейчас сложно восстановить какие-то документы. Но в 12-й они повышаются. Они набирают новых людей, которые в такой же ситуации будут вести себя так же. Как вы знаете в зале присутствует огромное количество руководителей, которые прошли достойно вот этот режим передапуск резистанта, которые действительно идеи, которые показали себя с положительством. Выбирайте любого, участвуйте в системе 12-й с любым руководителем. Что касается по 11-й, если необходимо от предыдущего документа и все остальное, если он не предоставляет вам каких-то документов, обращайтесь в КРО. Через КРО на него повлияют документы предоставить. я участница 2011-го года. Меня моя семья в МММ-11 оставила полтора миллиона. Вот сейчас, 28-го ноября, моя семья получит уже выигрыш в 2012-й. И вот мой руководитель прямой, Тима Любченко, я думаю, что он мне поможет сделать видео, официально отказываясь от всех долгов по 11-й. участвовать надо, вкладывать и получать. Спасибо. Аплодисменты, уважайте, инженеры. На 16-й. уже на 16-й. Почему не давать рекламу на сайте и на эти средства какие-то закрывать выплаты и так далее? Вы можете дать предложение? Это оставит Сергею Мавольдю, дать предложение Сергею Мавольдю. Ключный брок его. Значит, не хочет. Значит, Сергей Путиневич считает, это нецелесообразно. Уважаемые участники, вот что касается позиций, вот сейчас я попросил бы еще раз все-таки подойти и проверить по спискам. Почему мы заняли такую жесткую позицию в части оппозиции? Вот, когда проходила пресс-конференция в Интерфаксе, я задал вопрос журналистам. Кто из присутствующих в зале верит в те лозунги, которые сегодня дает действующая власть для оппозиции? Поднимите руку. Никто не верит. И на Болотую вышла действительно активная часть нашего общества. Активные люди, которые действительно хотят изменений, которые устали слушать пустые обещания. Обидно просто то, что их порыв, их инициатива опять используется в коррестных целях в собственный карман, манипулируя их мнениями. Люди, которые хая власть поступают еще хуже. Если эти захлопотались при подсчете 130% насчитали, то эти дальше пошли. Они до выборов не допускают. Поэтому очень важно было здесь занять четкую жесткую позицию и показать, что власть бесполезна что с одной, что с другой стороны. И я уже не выдержал на пресс-инференции с Мердалкой. Я буду у них Немцову, Собчак вместе с Дом Медвай и всей порнографией вот так за границу. Сюда откуда они вторник и откуда они насилия. Поэтому попросил вас подойти и проверить и поддержать инициативу, потому что именно наша позиция в этот период показала и обществу о том, что мы сплоченные, действительно являемся силой, силой политической и мы действительно самостоятельны. И у нас свой путь и те идеи, которые Сергей Вавродиев озвучил и доносил до нас еще в 11-й системе, они сегодня уже начинают поддерживаться действующей властью. Это мне ребята скинули уже когда мы проезжали конференции, проводили ссылку о том, что в Государственной Думе рассматривается инициатива партии Единая Россия чтобы приследить центр банка и запретить с Нового года хождение доллара. То есть уже начинают обсуждать на уровне Государственной Думы на уровне власти то, о чем мы говорим начиная с февраля 2011 года, то, о чем мы рассказываем на каждой конференции. И не удивлюсь, что если завтра в голову какой-нибудь на Единая Россия заходит присоединиться к партии МММ. Мы самодостаточное движение, мы самодостаточная партия. Я абсолютно уверен в том, что именно партия МММ и наше существо будет тем двигателем, который поведет нашу страну к освобождению. Не только нас, но и многие другие страны. И когда Сергей Мавроди сказал о том, что масштаб личности измеряется масштабом его деяний, ничего сегодня нет более масштабного, чем проект по изменению мира. Люди, которые сегодня двигают МММ, развивают систему, они действительно своими руками делают историю. История, которая войдет в учебники, по которым ее будут изучать наши дети и внуки. Поэтому двигайте систему, развивайте ее, и мы изменим этот мир и это общество в лучшую сторону для наших детей и наших внуков. Мы можем много. Сейчас все переживают, у нас Владимир Путин с экранов пропал. Все наши власть держащие пинулись покупать за границей жилье. Быстрее туда семьи вывозить и прочее. в этой теме один вопрос. Как со здоровьем? Все отлично. Конференции каждый день, причем вчера конференция была у меня в Хабаровске в 1010 километрах до Москвы. Режим конференций каждый день. Причем они начались в августе в середине августа. И в таком режиме по Индии. Потом из Индии приехал съезд учительный парк ММ в России. потом сразу Украина из Украины по России. И вот сейчас в Украину вроде бы как надо. И здесь по Центральному Федеральному округу Индия уже ждет потому что запланированные конференции там были уже начало ноября уже сместили на конец ноября. И необходимо выстраивать работу через прицельство диаспоры индийский во всех странах. Они рвутся в бой уже как Алексей нужно уже по другим странам развивать. поэтому все только начинается. И говорю вы увидите что будет через год. ведь когда запускался 11-й систем я пришел в систему ММ через передачу пусть говорят меня удивило нас лично человек несмотря на критику ложь грязь которая может достойно держаться и идти до конца отставить свою правду несмотря на мнение толпы на силу этого человека побудил меня при участии системы и я внес средства первые свои только для того чтобы помочь этому человеку реализации его проекта и когда мы с Сергеем смеялись говорили о том что кто вам жулику феристу мошеннику поверит кто вам хотя бы копейку даст неужели вы думаете что люди в нашей стране будут переводить другому человеку черт знает куда не зная его какие-то средства у нас в стране ставят кучу подписей печати нотариусы заверяют и кидают обманывают на деньги но он сказал есть и другая вещь вы в своем коллективе на работе не лазите по тубочкам не проводите и здесь будет такой же коллектив и здесь будет такая же тубочка и все будет работать и он на деле это доказал и крылатые выражения Махат Маганги сначала над нами смеются потом нас начинают бояться потом с нами начинают бороться а потом мы побеждаем и вы увидите мы победим спасибо у меня предложение предложение вот я уже сказал про то что мы своими руками делаем историю у меня предложение давайте мы все вместе сейчас фотографируемся сделаем общую фотографию чтобы потом сидеть и показывать внукам детям как эта история делалась как с Андреем перемещаемся в конференции с Женей ну детей своих не видим получается так что пошли выносить мусор полгода назад и не вернулись вот постоянно говорят приезда дети не видят ну думаешь как бы ну с внуками уже там и на заваленьке будем сидеть старыми дедами и когда там внук пришел там получаем историю будем рассказывать как делась революция в 17 году поэтому давайте общую фотографию чтобы показывать своим детям и внукам кто стоял у истоков этой эволюции здесь в Москве здесь вот объявление кто не получил возврат по 11 вот у женщины добровольные есть пожертвования она хочет тысячу рублей выручить есть такие желающие все руки поднимаем ура мы можем многое мы можем многое мы можем многое молодцы а меняй мир меняй мир три раза а а а Спасибо.